В детстве отец регулярно избивал меня, маму и сестру. Когда мне было 7 лет, он засунул дуло пистолета прямо мне в рот и минуту размышлял, выстрелить или нет. Затем вытащил дуло со словами ты кусок дерьма, который даже пули не заслуживает. Я родился с гетерохромией, из-за чего мои глаза разного цвета. Мой правый глаз голубой, левый карий. Батя то смеялся надо мной, то назвал гребаным дьяволом и постоянно за это избивал. Когда мне было 15 лет, он так избил меня и мою мать, что нам пришлось закрыться в ванной и бить по трубе, чтобы привлечь внимание соседей и позвать их на помощь. В тот самый день я пообещал себя, что стану знаменитым и расскажу на весь мир о своем отце. В наши дни далеко не каждый знает Дженса Пулвера, но истинные фанаты смешанных единоборств никогда не должны забывать о его вкладе в спорт. История взросления Дженса была довольно трагичной. Сам боец лаконично описывал свое детство как ежедневный ад. В свой путь единоборствах он начинал с борьбы, а вскоре начал боксировать. Из-за проблем с запястьями он завязал с любительским спортом и после колледжа перешел в ММА. Но еще до этого Дженс блистал на подпольных турнирах, где ему приходилось драться с более крупными парнями, так как ситуация со своими категориями тогда была напряженной. Дженс Пулвер начал свой путь в ММА в прославленном логове Льва, а затем перешел к Бобу Шемраку, человеку, усыновившему Кена и Фрэнка Шемраков. Дженс даже хотел сменить фамилию на Шемрак, так как не хотел драться под фамилией отца. Но Боб сказал ему, иди и сделай так, чтобы имя Пулвера значило что-то хорошее. В итоге Дженс перешел в зал к Петта Мелитича, где тренировался оставшуюся карьеру. Там он каждый день зарубался с такими зверями, как Мэтт Хьюз, Джероми Хорн, Робби Лоулер и многие другие. Однажды он даже собирался набить морду здоровенному Бену Ротвеллу, который неуважительно вел себя в зале. И такая подготовка напрочь убила страх к боям с другими противниками. Итак, апрель 99-го и турнир Баса Рутона. Именно тут прошел дебют Пулвера. Пройдя первого оппонента, он проиграл второму более опытному Визави, который уже провел 6 поединков и все выиграл. Чуть более чем через месяц Дженс Пулвер снова взлетает на турнир Баса. На этот раз, менее чем за минуту он заставляет постучать от гильотины бедолагу в первом раунде. После чего встречается с Джо Папочкой Стивенсоном, который тоже только начинал свою карьеру. Левая пушка Пулвера нанесла первое поражение в его карьере. В тот же период Дженсо приметили UFC и предложили ему контракт. Но первый бой закончился в ничью с Альфонсо Алькарасом. Помимо этого Пулвер взлетал в другие организации, как например WEF. В январе 2000-го он нокаутировал Фила Джонса. Фил по прозвищу маленький гигант провел более 20 боев. Однако это его не спасло от ядерной боеголовки, заложенной в левой руке Пулвера. В марте на UFC 24 его ждал Дэвид Веласкес. Обладал рекордом 4-2 и крепкой борцовской базой. В самом начале Дженс считывает хайки к Веласкесу и переводит его в партер, где забивает свою убийственную левой. Дэвид смог подняться, однако Пулвер не прекращал около шматить своей левой. Колени из клинча выбивает землю из-под ног Веласкеса. Он продержался до конца раунда, хоть и не пропускал существенное количество ударов. Во втором раунде Дженс перевел визави на землю и начал кормить своим ГНП. В конечном итоге рефери остановил поединок. Май 2000-го и турнир WF9. Оппонент Эрик Хибблер с рекордом 1-1 был в роли мешка для отработки ударов. Колени в клинче и левое орудие смерти закончило поединок уже в первом раунде. В следующем месяце на турнире UFC 26 Дженс ожидал Жуан Мануэль Рокке, чемпион мира по жюжитсу. Убийственная левая раз за разом ласкает лицо бразильца и он пытается перевести бой в партер. Но Дженс оставляет обнимашки на потом. Все три раунда Пулвер был лучше на голову стойке, а Жуан, как отчаявшись от ластуха на свидании, безрезультативно пытался затащить его в свои объятия. По итогу судейского решения победу одержал Дженс Пулвер. В августе на WF он проиграл скручиванием пятки Дину Томасу. В октябре ядерная левая обрушила новую жертву в лице Дэйва Грайса на турнире Гладиаторы. Седьмой и последний бой в 2000-м Дженс провел на UFC 28. Там его ждал Джон Льюис, представляющий дисциплину. Касание смерти коснулось лицо Джони в первые же мгновения. Нокаут за 11 секунд. 2001 начался с боя за титул в легком весе UFC. Дженс Пулвер и Кал Луна встретились на 30-м турнире. И Паняков выбрасывал удары ногами и даже смог забрать спину Пулвера. Однако кроме режима рюкзака ничего продемонстрировать не сумел. Боксерские навыки Дженса стали раскрываться как запущенное венерическое заболевание. С каждым раундом он наращивал темп. Всего за несколько дней до боя хороший друг Пулвера Дасти умер от рака. Пулвер пообещал ему, что выиграет титул для него. В этом бою Дженс останавливал попытки тейкдаунов Уна и прессинговал в стойке. Кал, который заработал репутацию невозмутимого, начал проявлять недовольство впервые за всю свою карьеру, поскольку маленький дьявол нейтрализовал все его попытки наступления. Дженс победил этот бой решением большинства судей, стал первым чемпионом UFC в легком весе. Первая защита титула состояла в сентябре 2001-го на UFC 33. Претендент Деннис Холман обладал рекордом 20-24 и смог дважды победить Мэтта Хьюза, одноклубника Пулвера и чемпиона в полусредней категории. Мужики решили проверить, кто круче в борьбе и 5 раундов прошли в унылой возне. Победителем из 25-минутных обнимашек вышел Пулвер. Вторая защита состоялась против молодого феномена Биджей Пэна, которого тогда считали явным фаворитом. Бой прошел на UFC 35 в ноябре 2002-го, и Продиджи оправдал ожидания. Первые два раунда он уничтожал чемпиона, доминируя в партере. Но Пулвер лишь ждал своего часа. До этого Пэн никогда не дрался дольше раунда. Оставшиеся раунды Пулвер проводил уроки лодскула с уставшим Биджеем, уделывая его не только в стойке, но и в грэплинге. В последнем раунде Пэн решил зарубиться с чемпионом, но Дженс снова показалось, что его считают одним из лучших ударников той эпохи. Чемпион защитил свой пояс, одержав победу решением. Во время послематчевого интервью на его глазах выступали слезы. Ему доставалось во время боя, но он довольно лаконично ответил на этот счет. «Меня избивали всю мою жизнь, так что это попросту ничего». Но уже тогда шли первые трения бойцов с руководством UFC. Биджей Пэн, несмотря на поражение в том бою, зарабатывал по условиям 20 тысяч долларов плюс 20 тысяч случаев победы, а Пулвер получал гарантированные 11 тысяч и 11 тысяч случаев победы. Такой расклад не устраивал одного из корей Pound for Pound того времени, но руководство не хотело идти на уступки. В итоге Дженс Пулвера и его менеджмент красиво прокинули UFC и отправились по привычному на тот момент маршруту в Японию. Там бойцам платили в разы больше. Набив еще две победы решениями, он встречается с любимым тренером команды Тима Альфа Мэйл, Дуэном Людвигом, январе 2003-го. На первых же секундах правая Людвига уронила Дженса, но он смог спростись в борьбе. Но все же через минуту улетает нокаут. В мае Пулвера ждало очередное поражение нокаутом от Джейсона Максвелла. Сначала бойцы протестировали тестикулы друг друга. От удара в пак сначала упал Дженс, а затем Максвелл. Но все же Джейсон смог красиво уронить Пулвера. Колено в корпус, туда же панч и панч в голову. Небольшое добивание и поединок закончился. Маленький Бес смог вернуться на победную тропу, начав с нокаута в августе 2003-го, на Extreme Challenge. Джордж Джордан на себе испытал касание смерти и улетел глухой нокаут от левой бывшего чемпиона UFC. В 2004-й год Дженс Пулвер просто влетел с ноги. Начал он с профбокса, набил рекорд 4-0. Двое его оппонентов были непобежденными на тот момент, и лишь один его поединок дошел до решения судей. Помимо этого он успел провести бой по кикбоксингу, уделав чемпиона мира по ушу Саньда. Ну и про ММА он конечно не забывал. В марте он провел бой против Наяо и Мацу на турнире Шато. Японец за всю карьеру проиграл лишь дважды, и оба раза решениями. Левая пушка Пулвера нарушила эту традицию. Также с его левой рукой познакомился Стивен Паллинг, который смог поддержаться от третьего раунда, но также отлетел в нокаут. Под занавес 2004-го Дженс начал выступать в кузне самых лучших бойцов в промоушене Прайд. С дебютом ему не повезло, так его там ждал Таканори Гоме. А это уже серьезно. Японский феномен обладал рекордом 18-2. Это был поединок двух лучших боксеров в ММА на тот момент, и у каждого из этих парней был динамит в перчатках. Все сводилось к тому, кто сможет первым как следует приложиться. Им стал Гоме, кто отправил Пулвера в нокаут уже на седьмой минуте первого раунда. 2005-й начался с реабилитации Дженса путем нокаута Тамоми и Вама за одну минуту первого раунда. Затем встретился с легендой полусреднего и легкого веса Хаято Сакураем. Это было знатное побоище, но Японец уже смог выдать победу, при этом побои в нокдауне. В апреле 2006-го Пулвер провел свой последний поединок в Прайде, нокаутировав бедолагу с укркиком в первом раунде. В этом же месяце он выступил на турнеле AFL, и снова его левая дошла до адресата. Затем Дженс вернулся в UFC, чтобы за считанные секунды проиграть молодому проспекту Джо Лоузену. Год он спустя стал тренером шоу The Ultimate Fighter, в паре со своим старым знакомым Би-Джей Пеном, и по иронии судьбы одним из членов его команды оказался все тот же Джо Лоузен. На том шоу Би-Джей Пен выдал нечто, что и по сей день считается одним из самых мерзких и недостойных выходок на The Ultimate Fighter. Тогда он уже был звездой и попросил поднять руку каждого участника, который хотел бы оказаться в его команде. По понятным причинам, немного подзабитый Пулвер оказался в меньшинстве, но он не стал унывать. Детство с отцом-садистом закалило его, и такие детские поступки не могли вывести его из равновесия. Дженс сконцентрировался на подготовке своих ребят, и в итоге команда Пулвера сгрела команду Пена по полной, что дико бесило молодого Би-Джея. Но в итоге Продиджи заставил посвящать Дженс от одушающего, и он перешел в WC и в полулегкую категорию. Дебют состоялся в декабре 2007-го против Каба Слонсона, и Дженс завершил поединок за 23 секунды с помощью анаконды. Дебют получился более чем удачным, но, к сожалению, годы начали брать свое. Плюс ко всему, в следующем бою он уже дрался с чемпионом, неким калифорнийским пареньком с рекордом 21. Для Юрая Фейбера это была пятая защита пояса. Фейбер смог избежать касания смерти и переиграл Пулвера, забрав победу решением по истечению 5 раундов. После этого он 4 раза проиграл досрочно и был уволен с WC. Дженс скитался по оригинальным промоушенам, чередуя победы с поражениями над малоизвестными бойцами. В 2014 году он закончил карьеру с рекордом 27 побед, 19 поражений и 1 нищая. Все же он смог выполнить наставления Боба Шемрака и сделал фамилию Пулвер поистине незначимой. А то, что он сделал для легких весовых категорий, вовсе трудно переоценить. Во времена, когда легкий вес считался дивизионом Мухачей с унылыми бездарными бойцами, он устраивал в октагоне настоящий балет жестокости, дав будущее всем нынешним бойцам легких весовых категорий. И настоящие фанаты смешанных единоборств никогда не должны позволять, чтобы его имя затерялось в истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok